Даур Вадимович, коллеги, друзья, мы рады вас приветствовать в Москве. С вами виделись последний раз уже в 2019 году, поэтому для разговора на нашем уровне вопросов накопилось немало. Надо их решать и будем руководствоваться тем, о чем говорили наши президенты в ноябре прошлого года на встрече в Сочи, где они согласовали магистральное направление о дальнейшем развитии наших отношений союзничества, стратегического партнерства. Мы, как внешнеполитическое ведомство, активно в этом участвуем. Мы подписаны только что план консультации на ближайшие два года, тому подтверждение. Он позволит нам продолжать системно, эффективно и результативно взаимодействовать, дополняя тем самым тесные связи, которые сложились и между правительствами наших стран, между отдельными министерствами и ведомствами, между аппаратами президентов и аппаратами Советов безопасности. У нас неплохой рост товарооборотов. За 2020 год уже по окончательным данным Федеральной таможенной службы более 250 миллионов долларов США. Это, по-моему, серьезные-серьезные цифры. Ну и, конечно же, продолжаем сотрудничать по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Мы видели, как хорошо принимали наших военных медиков, которые развернули там мобильные госпитали, несколько месяцев помогали нашим абхазским друзьям. Работали там и гражданские медицинские сотрудники. Надеюсь, что тенденция, которая сейчас в России наблюдается, она имеет место и в Республике Абхазии. Я имею в виду сокращение количества зараженных. В любом случае, это та тема, по которой наше сотрудничество будет продолжаться. Еще раз хотел бы вас поприветствовать. Спасибо, что приняли наше приглашение. Рассчитываю на полезные переговоры. Добро пожаловать еще раз. Спасибо. Спасибо, уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги. Я благодарю вас за приглашение посетить Москву с рабочим визитом и возможность обсудить с вами текущее состояние абхазо-российских межгосударственных отношений, а также перспективы их развития. Динамика абхазо-российских отношений внушает оптимизм. Наше сотрудничество выстраивается на основе принципов союзничества и стратегического партнерства. Повестка двухсторонних отношений достаточно успешно реализуется. Между нашими странами, как вы правильно отметили, ведется активный политический диалог как на уровне глав государств, так и на уровне министерств и ведомств. 12 ноября 2020 года состоялась встреча президента в Республике Абхазия Аслана Георгиевича Абжани и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в ходе которой состоялось обстоятельное обсуждение всего комплекса наших двусторонних межгосударственных отношений. Уже в декабре 2020 года в ходе рабочей поездки президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Абжани в Москву обсуждались вопросы, связанные с практической реализацией ранее достигнутых на встрече президента в Абхазии и России договоренностей. Хотел бы отметить также активные контакты наших внешнеполитических ведомств, в том числе тесное и оперативное взаимодействие на уровне посольств Абхазии и России. Проводятся регулярные межмидовские консультации, в ходе которых обсуждается как двусторонняя Абхазо-Российская, так и региональная повестка. Важное значение имеет также совместная работа наша в рамках женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье. 2020 год выдался непростым для всего мирового сообщества, и в это сложное время мы всецело ощущаем поддержку со стороны России. Особо хотелось бы отметить ту неоценимую помощь, которую оказала и продолжает оказывать Республике Абхазия Российская Федерация в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Помощь эта имеет многоаспектный характер, включая работу военного мобильного отряда, подразделения радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны Российской Федерации, развертывание военного мобильного многопрофильного госпиталя в Сухуми, а также консультационно-организационно-методическая помощь со стороны российских специалистов своим коллегам в Абхазии. Также хотелось бы отметить рост во внешнеэкономической деятельности товарооборота, и по данным Государственного таможенного комитета Республики Абхазия, товарооборот с Россией за 2020 год составил порядка 20 миллиардов рублей, что в сравнении с предыдущим годом больше на полтора миллиарда. Хотелось бы отметить широкое взаимодействие между Абхазской и Российской сторонами, направленное на реализацию договоренностей, зафиксированных в совместной программе формирования общего социального и экономического пространства между Республикой Абхазии и Российской Федерацией на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации. Уважаемый Сергей Викторович, я рассчитываю на то, что наша сегодняшняя встреча позволит обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и придаст дополнительный импульс укреплению нашего стратегического Абхазо-Российского межгосударственного партнерства. Огромное вам спасибо. Уважаемые дамы и господа, начинает церемония подписания. Министр Останных Дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и Министр Останных Дел Республики Абхазия Даур Вадимович Кови подписывают план консультаций между Министерством Останных Дел Российской Федерации и Министерством Останных Дел Республики Абхазия на 2021-2022 годы. Спасибо. 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 Спасибо.